команда вся в сборе стеша сегодня нам будет помогать и два богатыря илью уже знаете и ваню тоже выпуске статья на приезжал на помогал у нас загружено практически все что необходимо для сегодняшнего нашего дня для нашего такого преображения сейчас мы сюда еще загружаем последние мелочи необходимости и выезжаем сегодня будет очень интересный насыщенный невероятный выпуск во всем желаем приятного просмотра подписывайтесь на наш канал и прямо сейчас мы начинаем спустя два с половиной часа мы до вас доехали наконец-то а вы чего не одеты давайте накидывайте что-нибудь для сегодня мы приехали к ольге и двум прекрасным детям с которыми познакомились пару недель назад вы видели выпуск и в этом выпуске ольга рассказала непростую историю своей жизни драки были и унижение оскорбление на лысо обрел два раза даже издевался труба перевязалась что больше не беремте нищету не платить когда мне было годик меня отец избил и повешивался сразу меня травма из-за этого получилось а у вас вместе с этими еще и пальцы начинают выгибаться я была вторая группа инвалидности я родила себя дома 7-месячная кило 200 в пьяном состоянии если прямо у меня мама пила у меня мама не стала 16 лет я сестру похоронила последний 20 декабря я просто эти кого-то осталось кроме детей у нее растут прекраснейшие девчонки саша и даша да но нас активистка саде без нее воспитательницы не может он там помощница она выступает на новый год она была главной снегурочкой даша у нас художница в изобразительном искусстве маслом рисует ее на картину уже в ордынке висят главного на главный дома здесь и нету там у нее в школе все сегодня мы приехали сюда вести до ума все то что ольга огромное количество лет пыталась сделать своими руками я надеюсь что сегодня у нас все получится и ольга наконец-то вздохнет полной грудью вот парни приехали которые сегодня будут помогать сегодня будет очень насыщенный день нам нужно много всего успеть и это все мы привезли для вас и ваших детей спасибо пойдемте посмотрите много наверно чего не увидите конечно что там что-то мы вскрыли пока это под конец честно чудо я рада очень честно благодарна сильно очень готовы начинать готова будете нам тоже чем-нибудь помогать все что в моих силах все помогу маленько потряхивает нас много сегодня быстро сделаем ага вот ну что парни давайте разгружаться погнали это твой первый опыт в таких вот вещах можно сказать стеша тоже ни разу не красила и там не клеила ничего такого не делая и потихонечку будет набираться опыта сегодня будем смотреть какая она помощница а так обычно мы что-то привозили а тут вот сейчас посмотрим как она у нас будет в деле себя проявит сейчас не заметите как у вас тут все начнет потихонечку меняться сейчас я рада так мы сюда ставим одну кровать или обе на обе ставьте там уже вечером будем разбираться у кого постараюсь у ольги вот есть комната как раз где сейчас живут ну вот мужчина с женщиной которую она предоставила жилье что помогал вот он ездить строить все это пристройки они вроде как летом будут съезжать и ольга хочет из этих комнат сделать как раз детскую пока все поставим соберем здесь а ребятишки то где ребятишки у бабушки заболели пока что болеют но я работаю один день выходной только до воскресенья успеть убраться и прибраться нужно смотрите тогда получается сегодня ребятишек не будет можно будет вас попросить тогда когда они от бабушки придут ну там не знаю на днях там завтра вы как только они вот первый их заход сюда первую реакцию и то есть очень важен хорошо обещает обещать обещает души благодарна честно мы еще ничего не сделали мы уже научены горьким опытом прошлый раз когда мы у татьяна делали тоже красили у них стены очень много было капель на полу поэтому мы взяли пленку укрывную сейчас мы аккуратно прямо сделаем она открывается это очень прям сложно если ты сразу вытер до постели в общем укрывную пленку и что спокойно можно было что как мы перед этим надо все все вынести не было годик мама постоянно с отцом ругалась и мама 10 апреля пошла с моей сестрой гулять на улицу пришла домой с улицы а дверь открыть не может красиво соседа то есть выломал двери отец висит и я в кроватке все синие у меня избил повешался сразу же вот меня увезли в дом малютки в куйбушево в куйбушеве я прожила считаю пять лет шесть шесть то есть вам писали сообщение что татьяна зачем вам нужен больной ребенок вы с ней не справитесь она инвалид на всю жизнь мама решила меня забрать забрала меня ну вот мне благодаря санаторию жила революционные санато нервологические психологические диспансеры всякие это его чище и на сухой лог на площадь калинина но больше всего я выросла на площадь калинина в нейрологическом диспансере у меня лечили массажи делали и закериты делали ванны всякие сделали то есть восстанавливали организм для полноценной жизни в школе вы горите пошли в школу в 10 лет мне в школе я четыре года училась на домашнее обучение меня в школу никто не хотел брать по умственной отсталость вам знания в школе тяжело давались да я сейчас детьми вот почему у меня дети находятся большинство у бабушки потому что бабушка их вытягивает в школе а я полностью не могу ни задачи решать ничего конкретно до сих пор читаю по слогам я поступила в 100 училище для инвалидов на лазоплетение мебель плести из лозы у меня не получилось что у меня вены руки больные нужно было и ветки ломать и замачивать и вымачивать то есть постоянно у меня судороги мучают ногах постоянно сводят ноги вот и рука правая основная швей нервов телу ручевого нерва то есть рука вот так вот висает три месяца она у меня не в рабочем положении я работаю в школе официально техничкой на и еще на ферме на ферме я просто помогаю мне там коллектив потому что я работала там просто помогают как вы из-за того что ну вам же физически тяжело что исходя из того что раньше было много болезней как вы вообще с этим справляетесь это же большая нагрузка на на организм и жизнь заставит извините же это хочется есть тоже хочется и ты на все пойдешь я сама себе говорю что я сильная совсем справлюсь у меня то есть есть стимул все равно добиваюсь своего как бы трудно этого не было у меня хорошие отношения в школе как бы мне нравится работать там можете вспомнить свой самый счастливый день у меня ты была счастлива когда я забеременела вообще я думаю что никогда не забеременею из-за инвалидности что не организм неправильно сложены думала все и бесплодную еще кого потом узнал что его мои дома и где-то что я беременна тогда была счастлива я сама счастлива теперь а это что у меня есть дети это двое детей и них достаточно я знаю что я в этом мире не одна это самое главное мы тут как эти как муравьи все везде рассосались и начали каждый что-то делает что быстренько быстренько воды чуть-чуть да друзья многим из вас понравился наш плане роженедельник сегодня твой день мы разрабатывали его в молодежном стиле для нашей женской аудитории у него необычное наполнение и свой уникальный стиль мы получаем много положительных отзывов о нем и это нас вдохновило на создание двух новых планеров с более нейтральным но стильным современным дизайном которые подойдут абсолютно каждому еженедельник вам поможет не только планировать дела и задачи как на неделю так и на месяц но и мечтать визуализировать ставить цели подводить итоги месяца и года заводить полезные привычки вести свою бухгалтерию и многое другое с помощью упражнений для улучшения сфер жизни постановки цели и самоанализа вы сможете более эффективно менять качество своей жизни и достигать поставленных целей планеры выполнены в твердой обложке из хорошей дизайнерской бумаги в формате опять это делать их очень практичными и можно брать с собой везде не боясь что не могут потрепаться листы внутри планера изготовлены из качественной и толстой бумаги есть удобная атласная лента закладка который позволит вам быстро вернуться на нужную страницу это идеальный подарок себе и своим близким заказывайте наши планеры и наш мерч по ссылке в описании к этому выпуску я в общем думал что мы буквально по краям где-то по полметра их постели чтобы не капала а по итогу взяли приемку такую большую что ей сейчас укроем всю комнату и точно ни одна капля краски теперь не попадет на линолеум и на самом деле так гораздо лучше ольга достаточно много всего уже есть и она и это добивалась кровью и потом работая на разных работах где-то ей люди помогали за что им огромное спасибо и сегодня в каждой из комнат которые здесь есть будет добавлено что-то новое сейчас вот здесь мы видим комнату такая какая она есть идет во всю процесс сборки ребята пошли попить водички сейчас мы покажем кухню которая тоже вскоре немножко преобразится собственно вот так ольги выглядит кухня небольшая скромная ну в принципе тоже практически все что нужно для жизни есть кроме одного об этом тоже чуть позже узнаете ну и эта комната это наверное самое важное на ней будет сделано большее количество акцента сейчас используется у ольги как прихожая и как небольшая кухонька то есть у нее 10 обеденный стол потому что в комнате там у них ничего не помещается но в будущем здесь будет делаться перегородка и там в углу будет стоять душевая кабина ну и рядом санузел смотри берешь не до конца то есть несколько раз поводила ну вот где-то остановила они сможешь полностью прокрашивать ну и почаще можешь макать если высоко украсить потолки невысокие волос меняет так как как я да все были в санаториях с ребятами с теми мы были на одном уровне а так чтобы нормально да там общаться дружить там во дворе как все то есть ты не считали нужно потому что меня очкастая казимода и гоблином обзывали с кем мы были тогда вот в этих центрах вы с ними с кем-то общаетесь не поделась санька я мы выросли вместе с санаториях сейчас по сей день мы дружим увидимся редко конечно огород будем летом садить дети мне помогают грядки полоте что на что-то недавно должна была состояться операция до который вышли там большое колено это я сильно расстроилась просто я себя сильно настроила себя до боялась начало меня себе настроила но получился такой момент что 13 числа все анализы идеальные все подошли ну папа пришла в больницу забирать документы чтобы ехать в город а мне сказали что ну при менструации не делают вообще операцию в общем по женским делам операцию перенесли на 28 марта на месяц раньше не было я позвонила туда областную больницу мне знаешь перенесли на 28 дай бог все нормально пройдет но дай богу сделать бы и тогда бы я работать может и больше потому что у меня время от времени это очень сильно беспокоит то что я на обезболивающих я работа не смогу по лесенкам опять же не смогу так ну что у нас все готово сейчас зайдет ольга смотрите что у нас получилось прикольно будет супер рада честно теперь у каждого вашего ребенка есть отдельное спальное место все круто здесь мы постарались найти кровати чтобы еще дополнительно так как мест хранения у вас пока недостаточно чтобы у каждой было еще дополнительно место куда можно ложить им свои вещи какие-то я думал кровати сюда даже не поместятся на самом деле мы ваш комод переставили туда страшно он там хорошо стоит ну да как раз здесь лежат детские вещи но игрушки а это полноценное место где дети могут спать даже можно по идее куда нибудь вон туда по центру поставить не знаю маленький столик для уроков соответственно кто-то будет здесь делать кто-то там а вы здесь будете спать на большой кровати отдыхать тесно было тесно ну естественно в рады будут дети очень сильно рады будут честно здесь будет старшая спать здесь будет младшая спать поздравляем вас спасибо большое спасибо в краске на залезть не для страшного и штаны это работа это не отстирается ну ничего на рабочие я в нем ремонт делаю я очень вам вам всем всем благодарна все-таки есть на белом свете добрые люди вот тысячи тысячи вам спасибо всем 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 если бы не ваша помощь поддержка не об этом никогда бы не было честно и дети будут очень-очень рады это же веселиться беситься улыбаться и смеяться каждому хочу пожелать счастья здоровья любви смена благополучия и спасибо большое низкий вам поклон пожалуйста и это ольга ребят сказала только после того как мы сделали пока что немного добавили да разных вещей только в одну комнату сколько еще уходит раз добрых слов от ольги когда мы сейчас постепенно еще доделаем все остальные наверное последний момент который хотели бы обсудить которые я думаю именно ждут что мы у вас просим касаемо мужского женского вот вы там принимали участие до обратились сюда вообще с какой целью я вот тот момент когда я обрастилась мужское женское семнадцатом году я хотела развестись с мужем потому что он меня преследовал я его боялась я забрала детей жила вот вот этой подружки уаньки мне нужно было решить вопрос чтобы купить дом за материнский капитал это как и начала смотреть и себе в голову вела там не помогут а чтобы что вы хотели они сделали чтобы помогли мне с документами есть материнский капитал что я одна с этим не справлюсь чтобы купить мне жилье и ограничить помочь вам какого-то юриста предоставить да 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 чтобы я не сама потому что я боюсь и мошенников много и в этом я не реабилитартивно не умственно никак вот вот как я обратилась понятное дело ваше личное отношение мы не будем лезть там что там как у вас было но там говорили что вы в тот момент выпивали да я выпивала я не спорю у меня были нервные срывы у меня в семье потому что и мама пила и отец пил и брат пьяница вот как говорится тасинки не рождется апельсинки но сейчас я бросила это дело неблагодарное потому что и деньги идут в пустую и как бы детей поднимать надо передача была 6 лет назад сколько вы уже ну прям вот совсем ну по праздникам то новый год не напонятно где рождение он бывает так редко я ходила к психологу психолог помог к то что выходил ну да помог мужчина хорош я не кодировалась таблетки не пила никакие смотрите еще в передаче затрагивали момент что там вам люди отправляли вещи и потом что вы якобы их там выставляли на авито продавали не было этого это честно этого не было клянусь что я ни одной вещички здесь никогда не продавала честно все люди которые мне помогали те годы я до сих пор с ними общаюсь очень им благодарны они до сих пор времени от времени мне присылают одежду я поддерживаю с ними отношения чтобы я продавала нет я никогда не продавала вещи я сама даже бесплатно отдаю вещи те которые мне даже не подойдут и я стараюсь уберечь вот видите как то я же не создание свинья а как как потом вот закончилась передача как потом начали вот ваша жизнь складываться что происходило когда там вы сюда вернулись я жила в городе еще у подруги никто там на вас не давил да там не говорил нет вот потом когда в деревню приехала в деревне до люди не чтобы подсказать что-то помочь у нас нет такого честно обсуждают да там это самое вот ваш ролик который выходил меня вся деревня здесь в группе хайла просто что что вы попросили помощи из-за этого у вас двое ребятишек ну у вас со здоровьем не очень хорошо вы хотите для своих детей хорошего будущего в этом нет ничего зазорного попросить помощи вас это обижает ну поначалу бежала потом я все-все переборола и сказал у каждого свое мнение и на каждый роток не накинешь платок как говорится я же для себя стараюсь для детей все ребята закончили комнату вполне неплохо для первого раза стеж прям круто молодец спасибо поначалу уставала так чуть-чуть потом руки отдохнуть я кистью промазывал проплешины оставшиеся там трубу еще белые остатки я прокрасила нормально понравилось здесь наверно в эту комнату все приложили руку там баня где-то там тоже вверх прокрашивал потом парни тоже заходили когда ту комнату закончили кровати делать тоже заходили подкрашивали сейчас нам практически из комнаты осталось только покрасить вот эту дверь не знаю получится или конечно ее покрасить но так как краска пахнущая мы это сделаем уже под конец когда будем заканчивать сейчас все это освобождаем и в этой комнате будет еще несколько подарков для ольги и а сюда мы сложим все материалы которые мы купили вы могли конечно то сейчас всем заняться но так как сейчас холодно ну там нужно делать септик нужно все подводить эту сети работы уже летние а мужчина который живет с ольгой который помогает и делал все вот эти ремонты он как раз этим займется и поможет сделать стеша подсвечивает илья делает светильник раньше у ольги все держалось на такой лампочки и чтобы загорелся свет ее нужно было вкрутить до конца здесь уже потихоньку красится потолок сейчас здесь будет висеть новая люстра как раз провода которые еще торчали парни тоже спрятали то есть практически все какие-то нюансы которые были постарались мы сейчас тут будем наводить некий некий еще марафет здесь чуть-чуть там а вы чтобы это не видели а увидели уже в конце нас попросим пойти в комнату включить себе может быть телевизор и сидеть отдыхать мозг позовем когда закончим мы закончили что команда мечты все справились все молодцы как сегодня небольшое преображение конечно не глобально как мы обычно делаем но тем не менее гораздо лучше чем было я тоже так думаю ты не устал а глаза говорят обратно все сегодня молодец прям много чего делала и помогала и красила и где-то убирала подпадавала какие-то инструменты прям все нереально все молодцы думаю сейчас самое время звать ольгу мне понравилось деревне свободнее не пробок не были ничего нет такая стала здесь и дом купила за материнский капитал хочется обустроиться что чисто уютно красиво дому хотелось идти так вот как думаете после сегодняшнего дня это ваше желание исполнится благодаря вам да ну когда вот делали ну ремонт здесь маленькая моя кровать будет это это мой будет угол это моё будет это моё вот такого-то младшая более так они ждали когда наконец-то у них появится какое-то свое пространство то есть в любом случае там никто не пихнет уже никто не толкнет никто и там никогда поворачивается рукой не ударит ну да тогда мы от вас прям очень очень будем ждать видео смотрите в общем здесь так как ваш человек которому предоставлено на на здесь четыре на три специальный провод для плитки мы уже подключили провод тоже ну сама вилка у вас обеденная зона один стульчик остался можете починить как как тумбочку его использовать стеши на нем сидит в этой комнате мы еще постарались доделать какую-то мелочевку там вот у вас много проводов висела по потолку здесь помните была лампочка которая только руками круче вот да теперь у вас есть выключатель ребята сделали два светильника на эту зону как раз на кухонную и там ну вот еще вторая часть тоже осущается провода шкафе канал попрятали ну и освежили потолок подходите смотрите ваше будущее помощница мы хотели взять которая с электрическими комфортами которые керамическая да называется вот но подумали что вам здесь с ремонтом в случае чего если она сломается будет тяжело а вот эти нос классические да они меняются с ними проще поэтому решили взять именно такую вот здесь там разные защита предусмотрено в том случае чего мой финальная комната в ней я думаю кто видел когда мы везли машину там было все запаковано целлофаном это все было с одного магазина и для одной очень важной будущей миссии сейчас мы позовем ольгу и все и расскажем здесь вы нам помогали комнату вы это видели когда мы доделали из-за нового появилась у вас шторка на случай чего чтоб можно было прикрыться чтоб никто к вам не заглядывал здесь сделали зону прихожей сюда поместится ваша ребятишек обувь я думаю сезонно чтоб менять что-то подойдет ну и вешать вещи теперь есть куда самое наверное важно и что мы очень хотели в чем вам помочь это сделать так чтобы у вас будущем появился санузел душевая туалет раковина чтобы могли полноценно сами понимаете для этого вам до перегородок гипсокартон вы говорили четыре но перегородки делаются два слоя поэтому по два гипсокартона на одну стену душевая кабина вы ее конечно сейчас не видите но у нас есть небольшой сюжет пусть я тут все хожу ищу душевую кабину чтобы она была функциональная красивая и в принципе долго прослужила и кажется я нашел какая здесь красота конечно по размеру она будет чуть меньше 90 90 тоже с таким же высоким поддоном как здесь здесь посмотрите ее комплектация будет зеркало сразу полочки лейка и еще тропический душ еще даже вентиляция есть поэтому мне кажется это прям очень крутой вариант и думаю семья ольги особенно дети вот прям вообще невероятно счастлива так как в принципе у них комната будет в таких голубо-фиолетовых оттенков дверь мы покрасим цвет слоновой кости не будут делать перегородки это все плюс-минус будет будущем одна комната я нашел посмотрите вот такие красивые двери тоже цвета слоновой кости должно получиться прям очень круто здесь лежат все от нее запчасти 1 2 болты всякое такое здесь ваше будущее дверь как раз ну что можно было зайти в комнату дверь заборы наличники коробка все все здесь есть двери подходите сюда ближе смотрите ручка и завертка чтобы никто не беспокоил здесь также стоит зеркало который можете куда угодно повесить такая штука шампунь и что угодно хранить крема розетки выключатели тоже вы просили это когда поставили душевый коврик когда будете выходить провода на всякий сути что пригодилось сам унитаз здесь ну и раковина и не смеситель это раковина будет вот дашь это твоя кровать а это твоя будет а это твоя дашь это ящички смотри большое спасибо мне очень понравилось спасибо вам за кровать за душевую камеру за раковину большое большое спасибо мы рады были вам помочь и думаю ребята тоже всем большое спасибо кто участвовал кто помогал друзья поставьте лайк этому видео поставьте колокольчик не пропускать эту и другие наши истории там стоит стеша уставшая ждет пока когда мы поедем домой подпишитесь на наш канал подписывайтесь на телеграм-канал где у нас выходит за кулисью нас выложили фотографии когда мы ужинали у нас будет только небольшой ужин у вас там будем рады видеть увидимся с вами через неделю всем большое спасибо и пока